Как и H7, RoyalQ это два торговых алгоритма, которые помогают нам с вами зарабатывать деньги на криптовалютном рынке. Подключаются эти два бота по IP-ключам. Как вы уже могли понять, сходства между двумя ботами огромное количество, но я для себя выявил ключевые недостатки. Сейчас я вам их приведу в пример. Первое и очень важное отличие между двумя торговыми роботами, так это в том, что H7 является кроссбиржевым торговым алгоритмом. Что это значит? В H7 мы с вами в данный момент можем подключить по IP-ключам три торговые биржи. Первая это Binance, вторая биржа это Bybit и третья Huobi Global. Также у нас в стадии добавления четвертая биржа под названием BingX. Почему я выделил это как ключевое отличие и огромный плюс для H7? Так это в том, что мы с вами можем выбирать в H7 огромное количество монет. Например, какой-либо монеты нет на бирже Bybit, мы с вами можем подключить по IP-ключам биржу Binance и выбрать эту монету на бирже Binance. То есть RoyalQ таким похвастаться не может. Также в целях диверсификации очень круто иметь не одну биржу. А например, у вас есть в вашем распоряжении 3000 USDT, 1500 USDT вы отправили на биржу Bybit, 1500 вы отправили на биржу Binance. То есть и на той бирже, и на той вы себе выбрали по 3 монеты, отправили в каждую по 500 долларов. Не дай бог что произойдет с биржей Bybit, допустим заскамится, у вас останется 1500 долларов на бирже Binance. То есть и дальше у вас робот продолжит торговать хоть что-то. Также очень важное отличие между H7 и RoyalQ это в том, что H7 мы с вами сами можем выбрать любую монету, которую мы хотим, чтобы данный робот торговал. Мы с вами сами настраиваем конфигурацию сетки, мы с вами выбираем количество позиций, проставляем с вами сумму сделки. Конечно, благодаря H7 и RoyalQ мы с вами можем в день зарабатывать огромное количество денег, но это все до того момента, пока у нас рынок растет, пока у нас все зеленое. Как только у нас рынок пойдет вниз, монета начнет падать резко, в H7 мы с вами, как я уже сказал, огромное отличие от RoyalQ, мы сами выбираем монеты, которые хотим торговать. Даже если у нас пойдет просадка в цене, мы остаемся с нашими монетами, с теми монетами, которые мы сами с вами выбирали. То есть если мы с вами видим, что идет просадка на рынке, мы с вами можем уменьшить количество позиций. Также H7 нам с вами в этом помогает, если он видит, что идет резкий спад монеты, то есть резко цена пошла вниз, робот может сам остановить покупки по данной монете. И возобновятся эти покупки тоже автоматически после того, как цена стабилизируется, когда монета пойдет вверх, то есть робот закроет сделку в плюс, автоматически робот продолжит покупать и набирать данную монету. Ну и второе ключевое отличие между двумя торговыми алгоритмами, это в том, что в H7 мы с вами постоянно находимся с нашими деньгами. То есть если вам нужно прямо сейчас вывести деньги и пойти потратить данные деньги в магазине, купить себе какую-нибудь вещь, то есть себя поблагодарить за данную работу, мы с вами абсолютно спокойно это все можем произвести. В Royal Q у нас же с вами замораживается наш депозит, то есть для того, чтобы нам с вами вывести в Royal Q какое-либо количество USDT, мы должны останавливать торгового робота, после чего только мы с вами сможем разморозить наш баланс и вывести нужное нам количество USDT. Ну и сейчас давайте вкратце вам расскажу преимущества H7 от биржевого бота. Во-первых, это доступность наших с вами денег, то есть биржевой бот он замораживает наши деньги в тот момент, как H7 работает с нашими деньгами на наших биржах, что нам позволяет с вами выводить наши деньги абсолютно в любой момент, не прерывая работу нашего робота. То есть можем вывести деньги спокойно, пойти в магазин, потратить их, купить себе красивые вещи. Вот. Второе преимущество H7 над биржевым ботом это начисление прибыли, то есть при работе H7 мы с вами можем с любой позиции получаем прибыль от продаж. И то есть данная прибыль, она начисляется, конечно же, на нашей бирже, что дает нам возможность вывести деньги в любой момент, то есть без остановки нашего робота и не изменяя наших стратегий. В то время как биржевой бот начисляет нашу прибыль на замороженную сумму, и то есть для доступа которой нам с вами необходимо сначала остановить работу, то есть робота, и после чего мы с вами можем только распоряжаться нашими деньгами. Третье преимущество это изменение параметров стратегий, то есть в H7 мы имеем с вами огромную возможность, и это реально очень огромный плюс, в реальном времени изменять настройки, то есть все параметры корректировать в любой момент, не останавливая робота и настройки какие-либо не меняя. В классическом биржевом боте мы с вами подобного функционала не имеем. Ну и четвертое преимущество H7 над биржевым ботом это в том, что H7 является кроссбиржевым, что значит в переводе мы H7 можем подключать к трем биржам на данный момент. Скоро уже будет и четвертая биржа добавлена, что позволяет нам с вами работать одновременно на нескольких биржах, в чем я вам приводил огромный плюс, когда показал пример между Bybit и биржей Binance, если распределять деньги по полторы тысячи туда и туда.